Уже, да, значит, всем еще раз, да, кто сейчас подключается, кто будет смотреть после этого стрим, мы все еще будем, я думаю, смотреть других ребят, кто будет подключаться, а пока, наверное, начну со своего опыта, опять же скажу, я не профессиональный человек, кто создает саунд-дизайн или композитор, я все-таки буду говорить от лица продюсеров проекта, вообще как, допустим, с моим бэкграундом, который является музыкальным, для меня облегчила историю музыка перед тем, как создавать синематики вообще, вообще какой-либо проект визуальный. Сейчас как раз про это немного расскажу, про чем это вообще может помочь, как мне кажется, если сразу какие-то вопросы или дискуссии, или вы не согласны, вообще сразу останавливайте, перебивайте, очень интересно будет пообщаться сразу же. Вот, так вот, перед тем, как обычно приступать к этапу добавления музыкальной составляющей или обращаться к самому дизайнеру, композитору и так далее, мы с командой, или я лично, если делал какой-то проект, нужно определиться с следующими вещами. Это идея, понятное дело, основная идея ролика, это хронометраж, это общая стилистика, общее развитие ролика, то есть примерно очень грубая форма ролика и общая атмосфера. По сути, такая база любого креативного проекта, который нужно сделать, о котором мы, я думаю, как раз обсуждали с Ниженой на мастер-классе и еще на первом круглом столе. После чего, в целом, можно сразу же приступать к тому, чтобы подключать музыкальную составляющую или человека, кто это будет делать. Почему? Как музыка в дальнейшем, как мне кажется, может облегчить работу визуальную составляющую? Я написал несколько пунктов, сейчас их прочитаю, после этого раскрою. Первое – это ритм ролика, то есть в каком вообще ритме будет и монтаж, и в целом появление каких-то новых визуальных составляющих. Дальше – это точная динамика, динамика ролика, как он будет развиваться, какой темп у него будет, где будут сбросы темпа, где ускорение, замедление. Далее – это моменты акцентов синематики. Благодаря добавлением каких-то звуков возможно делать как раз-таки акценты на какие-то элементы визуала. Это будет гораздо более сильнее акцент, нежели даже пытаться это с помощью кадра сделать детального или наоборот широкого кадра, среднего, или там цветокоры, или других элементов. Если добавляется музыкальная составляющая к этому элементу, сразу же появляется ещё больший акцент на этом. Вот. Появление какой-то мелодии, гармонии или баса даёт понимание, где появляется персонаж или смысловые моменты. Вот это тоже, мне кажется, важная составляющая, потому что когда у тебя есть идея, у тебя есть в целом, может быть, сценарий, это хорошо, если есть сценарий, и какие-то основные моменты, но ты не знаешь, куда вписать вообще эти моменты в рамках синематика или видео. И если у тебя хороший композитор, саунд-дизайнер, вы можете привязать данный объект или персонажа, или какой-то элемент к определённому звуку. Это называется лейтмотив. Ну и здесь в синематиках это также называется. Окей, да. Можно назвать это лейтмотив. Я хотел просто, знаешь, из академического бэкграунда как-то... Не-не-не, это слово, оно используется. Ну типа это не... Окей, круто, круто. Но, в всяком случае, это может быть всё, что угодно, любой, это может быть и саунд, может быть мелодия, гармония или бас. И облегчить историю именно композиционного составления синематика. И последний момент — это удержание формы синематика, чтобы не затягивать и не ускорять. Когда ты там... Возможно, это тоже можно сделать при помощи аниматика, когда у тебя появилась раскадровка, у тебя появился сценарий, и ты делаешь грубый аниматик своего будущего трейлера, промо, фильма или что-нибудь, короткометражки, то может это тоже дать понимание формы и как оно будет держаться, но и тоже благодаря музыке, благодаря треку, который ты будешь использовать, благодаря атмосфере. Если же этот трек разваливается, то там две причины, возможно, конечно, быть. Это либо ты плохого человека нанял, или сам ты плохо сделал, либо же действительно это как-то не соотносится с теми идеями, которые ты хотел заложить в ролик. Вот, мне кажется, это такие пять моментов, которые в дальнейшем действительно могут облегчить работу с синематиком и дать некоторые ограничения, которые ускорят работу. Вот такие моменты. То есть, если еще чуть-чуть расширить, то, мне кажется, один из важнейших моментов – это ритм и акценты в самом ролике, и как раз музыка это может показать. Как вы вообще думаете насчет этих пунктов? Мне действительно интересно мнение послушать. Ну, можно, да, я немножко как бы дополню. Просто я знаю, что немножко тут взяли узкую тему саунд-дизайна и музыку в синематиках. Ну, во-первых, хотелось бы сделать такое, как бы изначально, как дисплеймер. То, что, да, мы говорим о работе композитора и саунд-дизайнера, хотя на самом деле это две различные работы. То есть, они вроде бы похожи, но на самом деле похожи так же, как работа художника и дизайнера. То есть, ну, вроде и те, и те делают визуал, но это принципиально разный визуал. У нас в России вообще в синематиках пространства такого понимания нет. То есть, у нас зачастую люди, которые ищут к своему визуалу какую-то музыку, они просто могут рандомно писать. Ищу композитора, ищу саунд-дизайнера, музыканта. То есть, как бы не делают каких-то разграничений. В Германии, например, тут с этим более четко есть так называемая э-музыка, э-музик и у-музик. Э-музик — это как раз-таки про саунд-дизайн и вот это всё. А э-музик — это именно композиция. В чём разница? Разница в том, что, ну, условная композиция — это, ну, музыка, которая берёт на себя часть нарратива, скажем так, которая сама по себе рассказывает какую-то историю. Это, в общем-то, корень её лежит, собственно, вот в академической музыке, откуда мы с Ильёй, в общем-то, вышли оба. Вот. А саунд-дизайн — это, собственно, чисто, ну, так называемая э-музыка, то есть бриколаж. Это просто создание нужной атмосферы. Вот. И на самом деле это очень важная такая, как бы, грань. Понятно, что одни и те же люди могут выполнять там эти две функции вместе, то есть и таких, как бы, много. Но есть люди, которые, ну, в Европе, например, часто встречаются, что человек только вот на одного специализируется, и это он делает очень хорошо. Но попроси его, там, переключиться с одной музыки на другую, он это уже не сделает, потому что он не умеет. Более того, тут система обучения, например, выстроена таким образом, что это как два различных, как бы, ну, условно говоря, направления. То есть, там, ты закончишь одно, у тебя будет один диплом, что ты делаешь одну музыку, там, и с последующим, да, трудоустройством. Или же по-другому. У нас в России совершенно не так. У нас все люди, кто учатся делать музыку, ну, ты помнишь, Илья, да, то есть, как бы, это всё один сплошной котёл, то есть, пожалуйста, напишите симфонию, а вот напишите там музыку для какого-то фильма, найдите там киношника, а вот давайте ещё поучите электронную музыку, но это превращается в бесконечную кашу. Вот, ну, извините, я так, но в топ, не знаю, насколько он интересен был. Не-не-не, я, наверное, представлю, это Марк Песяцкий, вот, как раз композитор, саунд-дизайнер, саунд-продюсер из Германии, вот, мы с ним делали много довольно-таки проектов, и визуальных, и чисто аудиальных, вот, и поэтому я её пригласил в свой опыт лично рассказать. Да, ты, на самом деле, правильную вещь сказал, и вот, что я говорил, это, на самом деле, про композитор-саунд-продюсера, именно трек к самому синематику, фильму, короткометражке и так далее. Саунд-дизайн, конечно же, это составляющая, которая должна создаваться после того, как уже есть готовые какие-то кадры, готовый монтаж, готовые эффекты, потому что, ну, просто писать саунд-дизайн эффектов, допустим, ходьбы или что-то, это огромнейшая работа, но она должна делать и на визуал обязательно. Вот. Говори, Гори. Можно ворваться? Да. Мы профессионально ушли в дебри композиторские. Вот. Мне очень понравилась вот эта градация, то, что есть именно композиция и саунд-дизайн. Я думаю, что в нашем контексте именно синематиков, ну, со стороны и вообще фильмейкеров, и, как-то сказать, виртуальных кинематографистов, нам именно саунд-дизайн, наверное, сейчас интересен, потому что я думаю, что никто из нас музыку писать не будет, даже те, кто в музыкалке отмучился. Вот. Нам скорее тогда актуально вот сфокусироваться на саунд-дизайне, но и подбор уже готового трека, либо как вы посоветуете подобрать готовую музыку, может быть, или как сделать такой калаш из разных треков готовому синематику, и потом ещё саунд-дизайн сверху. Вот смотрите, да, очень хороший на самом деле вопрос. Тут, в общем, такой момент. Изначально какую цель вы ставите перед собой, выбирая музыку? То есть вы добавляете музыку ради чего? То есть это что? Это, допустим, там, не знаю, трейлер к чему-то. Да, это, не знаю, фестивальная короткометражка. Или там, не знаю, ну то есть что это за жанр видео? То есть к чему это, о чём это? Ну я думаю, сконцентрируемся сейчас на формате челленджа. То есть всё равно это будут слушать в ближайшее время только ребята, кто участвует в рамках челленджа. И вот в рамках него давай сконцентрируемся. Да, то есть музыка к синематикам, я так понимаю. Да. Ну да, то есть по сути это такая фестивальная работа, можно сказать, ну вот если брать такую общую градацию, на мой взгляд. Вот хорошо бы, чтобы ребята тоже подсоединились, кто у нас сейчас есть, ваш формат описали. Ещё хорошо, чтобы понять, что вы конкретно подразумеваете под синематикой, потому что там тоже есть градация. В нашем случае синематик это будет 30-60 секунд видеоролик с собственным стори-тайлингом, своей стилистикой, сценарием, основанным на Unreal Engine 5. Вроде так. То есть сильно ограничения мы не ставим. И на определённую тематику, да, ещё. Суть такая, что, ну я, конечно, заангажированный в этом смысле человек. Вот меня спросили, да, в каком случае лучше там брать на стоках или заказывать у саунд-дизайнера. Если есть такая возможность, лучше не брать никогда на стоках. Объясню почему. То есть тут мы немножко, не знаю, есть ли из присутствующих люди из кино, ну которые, собственно, из традиционного кино вышли. Как, может быть, кто-то читал Эйнштейна. У Эйнштейна он первый до этого додумался. Сейчас будет немножко такой офф-топ, но он очень важный. Эйнштейн впервые додумался, как музыку прикрепить с кино и какую роль она должна выполнять. Там и те условно правила, которые он стимулировал, они до сих пор работают. И не важно вообще, что это за видео, там, какой жанр, это композиция или саунд-дизайн. Одно из основных моментов в том, что должен существовать, он этот термин взял из музыки классический, контрапункт изображения и видео. Что это означает? Не изображение видео, а аудио и видео. Это означает, что должно быть некое противопоставление. Вот. Как бы художественное. Ну или взаимное дополнение. То есть, что музыка, которая берётся к отрывку, она не должна дублировать настроение и не должна дублировать какую-то, даже не настроение, а, правильно сказать, информацию, которая передаётся с помощью визуала. Она должна либо противопоставлять ей что-то, либо дополнять. Но если мы берём условно высокое искусство, то это в основном противопоставление. Не знаю, там какой-нибудь фильм Тарантино, где убийства идут под какую-нибудь весёленькую такую музычку. И вот мы начинаем там, ну, у нас рождается ряд аллюзий каких-нибудь, да. Ну и там множество можно каких-нибудь примеров подобного плана привести. Если мы берём более вот эту синематик-историю, то, наверное, здесь идёт речь про дополнение к одной информации, к другой. Это вот важный момент. А тут вопрос, можно сразу тогда? А чем отличается дублирование от дополнения? Ну, это даже… Смотрите, тут вопрос не технологического порядка, да. Это вопрос художественного ощущения. То есть, ну, в любом случае, как бы, вот этот вот жанр, он на стыке технологий и искусства, да. То есть я не могу дать конкретный такой общий совет, в каком случае это будет дублировать, а в каком случае дополнять. Это всё индивидуально. Ну, то есть, на самом деле, вот я скажу так, по своему опыту. Вот у меня сейчас вот была, скажем так, не очень приятная история. Я делал… Мне доказали написать музыку в короткометражке. Вот, значит, ну, молодая режиссёрка там, сняла фильм на фестивальный, ну, в общем, не суть. И, значит, и мне, ну, там, отрывок. Там, девочка плачет, да, подпись. Напишитесь с такой-то секунды по такую-то грустную музыку. Ну, как бы, ну, с дополнением, но вот это вот самый такой сейчас пошлый, вульгарный привёл пример того, когда человек, который заказывает, он, ну, не понимает, как бы, про музыку, да, и он хочет что-то, как бы, донести. Но я понимаю, что если я сделаю так, как он просит, то будет хуже. То есть это будет слишком вычурно, это не донесёт нужного эффекта до зрителя. Вот, то есть это будет, наоборот, вызывать эффект комичности, что я как будто бы смотрю какую-то, ну, не знаю, там, гротескный, там, смешной муви. Ну, как бы, вот. А что нужно под плачущую девочку вставить, ну, чтобы нам понятнее было? Ещё раз, не расслышал вопрос, что-то со связью. А, извиняюсь. Да, что, какой, так сказать, правильный ответ здесь? Вот если под плачущую девочку не грустную музыку вставить, а вот что будет лучше? Вот, тут, вот, на самом деле, дам, ну, возможно, совет. Очень хорошо будет, если давать человеку, с которым вы работаете над звуком, не прямые директивы. Потому что я вот заметил, что люди, которые, там, часто снимают кино, там, ну, в смысле, которые снимают кино, они часто дают прямые директивы. У них уже есть изначально какой-то звуковой образ в голове, который они, как бы, пытаются донести, но в силу того, что у них не хватает музыкального бэкграунда, они, ну, то, что они хотят сделать, оно, как бы, не очень-то катит. То есть, получается, что фильм-то хороший, а если сделать музыку, какая они просят, это будет, не будет так. Хорошо будет изначально поговорить с дизайнером по поводу вообще, то есть, рассказать, что вы хотите от музыки, что вы хотите передать этой музыкой, да, там, настроение, там, какую-то эмоцию, ну, там, поговорить по поводу референсов и так далее, а потом спросить его мнение, что он сам видит в этом. Когда вы спрашиваете у человека мнение, 100%, ну, во-первых, вы подключаете его к креативу, потому что, ну, например, у меня много тоже, там, товарищей, которые, там, саунд-дизайном занимаются и, там, пишут музыку к чему-то. И всех очень раздражает, когда, там, условно, вот тебе сказали, бывают другие случаи, когда не грустную музыку, а когда человек очень сильно поглощен в музыку. Вот приведу тоже конкретный случай, там, из своей практики. Мне одна девушка заказывала джингл, она делала какое-то шоу кулинарное для Ютуба, ну, в общем, там, не знаю, снимает кулинарное шоу для Ютуба. Вот, режиссёрка. И джингл, там нужно всего, ну, 20 секунд музыки, ну, там, типичный такой саунд-дизайн. Вот. И я посмотрел, там, выпуск, ну, пару выпусков примерно, понял, там, что нужно. Ну, черновые, понятные дела. Вот. И дальше от неё посыпались такие огромные комментарии, что, дескать, сделайте здесь звук, как, не знаю, там, поп-механики Курёхина, а здесь вот сделайте вот так, и вот на миллисекунду подправьте вот это. То есть я понял, что она сразу изначально забирает у меня креатив. Вместо того, чтобы дать мне самому возможность подумать, рассказать о том, какие она смыслы вложила, как режиссёр, в эту, как бы, всю передачу, и спросить, что я думаю, она сразу мне даёт инструкции. Ну, мне нужны были деньги. Поэтому я сделал, и ей это не понравилось. Хотя я сделал вот ровно, точь в точь, как она просила. И она оказалась недовольна. Ну, как бы, сделал ещё раз. Деньги души, потому что кусочек души и доложили, как бы ты не довесили. Вот. Да, если не хотите разочаровываться, то подходите сразу к вопросу таким образом, что саунд-дизайнер — это не просто, что, ну, нам нужен музон, вот у нас осталось, там, не знаю, 10 тысяч рублей. Нам надо что-то за током брать как-то. Не вариант, но вот хотим, там хоть что-то, кто-то что-то бы написал. А именно, что он тоже равноценный, как бы, как это... Ну, сам автор. Я тут вот ещё с вопросами, извиняюсь, что тут с вопросами налетаю. У нас участники, если что, тоже подключайтесь, налетайте. Вот ты говоришь про работу с саунд-дизайнером, это идеальный вариант, ну, вообще, когда у нас есть внешний какой-то специалист. А что делать, если, как у нас в челлендже, человеки-оркестры участвуют? И нам бы сейчас вот совет, ну, как своими силами, без вот этого, ну, как бы со стоками получается. Да. Ну, вот что делать-то? Я думаю, могу посоветовать. И вот тут очень хочется, и на примерах, может быть, мне очень понравилась мысль из-за мишенина про поставление либо поддержку, и вот, может быть, как к этому подступиться? Давай я отвечу, Марк, на этот вопрос. Во-первых, наверное, начну с инструментов, в которых проще всего вообще сделать хоть какой-то трек, и в которых можно сделать отдельный саунд-дизайн эффектов. Трек, я думаю, что для вот быстрого усвоения, чтобы сделать что-то быстро, проще всего сейчас просто скачать GarageBand на iPhone или на iPad или где-нибудь на своем устройстве, и туда, каким образом можно это дальше выстроить работу? Взять трек, который тебе нравится, он даже может быть не со стоков, он может быть какой-то качественно сделанный. Но дальше ты начинаешь использовать сэмплы, то есть частицы этого трека. Допустим, ты взял, тебе понравилось, что вот из этого трека тебе понравилось две секунды вот определенного звука с определенным ритмом. Дальше, когда ты только что сделал ритм, по сути, ты его удваиваешь в твой хромный трэш, который тебе нужен. По сути, у тебя уже есть готовый трек с ритмом, с определенным звуком. Гиперпросто, может делать вообще каждый. Далее, потом, вот проще всего, действительно, когда ты берешь дальше или с готовых уже стоков, если есть качественные, опять же, Семен вот скидывал, есть несколько ресурсов, которые действительно, там есть качественные готовые треки, и если найти, то можно сделать за основу, добавив вот эти вот точечные сэмплы в GarageBand. Если там iPad, iPhone'а нет, можете скачать на компьютер Fruity Loops программу. Тоже очень простая в освоении. В целом, тоже, я думаю, за буквально один вечер можно будет разобраться. Во всяком случае, все саунд-дизайнеры, вообще все композиторы начинают в 10 лет с нее. Вот, и это прям действительно просто. Я сам периодически ее использую, она ничем не хуже, чем другие топовые программы, просто за ней закрепился статус, что вот, это для новичков. Хотя заказчику пофиг в чем вы делаете. В целом, да, качество все равно. Далее, как только появилась некоторая структура, когда вы накидали уже как раз-таки сэмплов из любимых треков, вырезали, вставили в какую-то базу, или получилось самому. В GarageBand, кстати, и написать музыку самому очень просто. Там очень много хороших стандардов, которые есть по звуковым, по гармониям, по мелодии. Можно тоже сделать в целом свое, если хочется чуть-чуть больше погрузиться. Дальше, когда вот есть эта основа, появилась форма, структура уже трека, которую вы можете, сложнее действительно работа, это начать делать саунд-дизайн эффектов. Вот, это действительно такой левелап, который сложнее. И в этом случае нужно чуть более детально подойти, потому что он должен соотноситься с эффектом визуала. Допустим, если у вас человек идет по грязи, там, в лесу по грязи, то вот эту составляющую обязательно нужно озвучить, чтобы появилась действительно та самая атмосфера, что он идет в этом месте. То есть, если есть такой сценарий, если есть такой кадр, значит, в этом месте нужно помимо того, что убрать трек на там 50%, чтобы он звучал действительно тихо, и вывести какой-то эффект, который ты хочешь, который связан с визуалом, на первый план. И, опять же, самый простой способ, это откуда-то найти из видео, из фильма, вырезать там, самый, опять же, простой способ, как я иногда сам делаю. Я, опять же, не композитор, я просто скачиваю это видео, вставляю в iMovie, выделяю отдельно этот трек звука, вот, и все окей. В целом, можно то же самое сделать, по-моему, в Premiere, в DaVinci и в других программах постпродакшена. Вот. Выделяете оттуда этот эффект и подставляете его в этот готовый трек. Вот. И в целом, то есть, если еще раз говорить про схему, сначала это ритм, который вы создаете, с определенным важным звуком, дальше на него добавляете какую-то мелодию, которая будет основной, потому что у нас 30-60 секунд, поэтому нужно действительно какую-то одну мелодию, максимум, вот, потому что довольно мало времени. И на это уже навешивать дополнительные эффекты, после того, как у вас уже появилась визуальная составляющая всех эффектов, которые будут в синематике. Вот. Я постарался вроде как технически как-то объяснить, как это сделать очень просто, типа, вот на базовом уровне прямо сейчас. Берите. Получается... Я понял, тот вопрос... А, да. Да-да-да. Получается, делать это нужно все ваймуде, да? Типа, никаких других программ, или гараж ваймде. Саму музыку, именно вот создание этого трека... Саунд-эффекты. Да, саунд-эффект вырезать можете, где вам удобнее с видео. Это может быть, ну, Adobe Premiere, там можно это сделать, DaVinci. А потом, чтобы это все объединить, то есть у вас появился файл, музыкальный файл, и простые в интерфейсе, это или программа Fruity Loops на компьютере, или же GarageBand на iPad, iPhone, на телефоне, короче. Вот. И там можно делать... Я разве что только могу. Я разве что только могу. добавить, что, смотрите, есть не только сэмплы, вот, Илья упомянул сэмплы, да, то есть это отрывки различной музыки или там каких-то звуков. Ну, собственно, вот, кстати, там вот, если кто-то слушает рэп, там, большинство рэп-треков так и сделано, что рэпер взял, ну, его саунд-дизайнер взял там какой-нибудь сэмпл песни какой-нибудь старой или там мелодии, сверху они положили там ритмическую дорожку, а сверху кто-то зачитал. Вот, ну вот, собственно, так и устроено. Есть еще лупы, так называемые, loops, да, то есть это, допустим, нужны только ударные, да, то есть там какая-нибудь напряженная динамичная сцена и чтобы там шли на малом барабане какие-нибудь стуки такие, да, ритмичные. То есть вот, и огромное количество есть библиотек и лупов, и сэмплов, можно даже так и загуглить, там, сэмплы for cinematic movie, loops for cinematic movie, там, ну, просто нереальное количество и бесплатных библиотек, и платных, и каких только нет. По поводу того, где брать шумы, если вам нужны шумы, допустим, какие-то, да, там, звуки дождя, еще чего-то, там, и отдельных каких-то эффектов, есть отдельные библиотеки с шумами и с различными эффектами. А ты можешь поделиться этими источниками? Ну, то есть, ты можешь отдельно поделиться этими источниками после этого стрима? Да, я после, наверное, скину в чат, где, то есть, я говорю, что тут не надо быть Шерлоком Холмсом, очень легко забить в Гугле и там, фри, или, ну, так как мы на СНГ территории, ну, в Германии не очень хорошо, можно найти какую-нибудь хорошую библиотеку, потом открыть рутрекер, бить еще и скачать. Ну, как бы реально, то есть, и все почти найдете. Любые SFX, там, и эти по поводу программ, да, и GarageBand, и Fruity Loops, хорошая программа, и, наверное, вот, из всех остальных, она, наверное, самая будет для новичков friendly, и на ней больше всего туториалов, на любых языках, и на английском, и на русском, и на каком только нет. Единственное, что, конечно, там есть, если вам нужно будет что-то с чем-то сводить, а вы совсем никак не умеете там, в музыку, то, конечно, в этой программе, ну, любой будет тяжело этим заниматься. лупы сделаны так, лупы и сэмплы, что там не надо их сводить, что можно просто как кубики, как конструкторы друг с другом, да, собрать разные лупы и сэмплы, и это уже будет звучать как композиция готовая. Вот, собственно, я бы, кстати, на самом деле не рекомендовал бы вырезать шумы из других видео, лучше именно поискать какие-то библиотеки. Почему? Потому что зачастую в самом видео в каком-то уже звук, он полностью, ну, осуществлена компрессия как бы звука, да, то есть он как бы сжат, то есть вы скачиваете звук, даже если там условно дорожка к видео в АВ-файле, он все равно будет уже сжатый, ужатый и пережатый. И когда вы в свое видео добавите, добавите его, вставите с другими звуками, он на контрасте с другими звуками будет выделяться, будет слышно, что он как будто что-то с ним не то, как будто он не очень качественно звучит. Лучше все-таки реально поискать, ну, то есть в крайнем случае только вырезать звуки из других видео. Ну, вот реально. Я еще хотела посоветовать по финальной композиции всего, по финальной сборке, делать это все в одном месте, ну, то есть когда вы уже отдельно, как ребята сказали, в Тупи Лупс еще где-то трек сделаете, я не знаю, будет ли на это время у участников, но саунд-эффект я бы в DaVinci рекомендовала власть вверх видео и собирать это все, потому что в DaVinci у нас получается монтаж и цвет, который еще будем на отдельном столе рассматривать, и там же есть звук, отдельная вкладка, там очень качественная программа для звука, просто все это в одном месте. да, согласен, ну, в DaVinci да, давай, я вот как новичок, если вот у меня есть от самого начала, у меня есть картинка, давай я, я вот, когда слышу музыку, я понимаю, она подходит или не подходит, ну, хорошо, я нашел музыку, теперь, вот как мне с ней грамотно пользоваться, могу ли я использовать эту музыку, скажем, если у меня одна минута анимации на всю, или там какой-то есть процент, чтобы не загружать зрителя? Тут вопрос, как бы, я не понял суть вопроса, чужая музыка или в чем суть? Ну, скажем, это не эффект, а просто вот, бэкграунд музыка, вот, который этот фон, мелодия какая-то, которая хорошо подходит с этим, с композицией, там, все на типе, визуал. Ну, Марк, можно отвечу? Давай. А, давай. Да. В целом, смотри, опять же, это по вкусу, но если же есть какой-то общий план, на общем плане всегда слышно любая мелодия, любая музыка сильно с большим акцентом, потому что человек не может сконцентрироваться на каком-то точном визуале, он видит общую картинку и он больше концентрируется слухом, поэтому нужно тут ориентироваться тоже на твою раскадровку, каким образом она была сделана и вот в рамках раскадровки делать некоторые музыкальные волны, там, где это, допустим, детальная какая-то составляющая, тебе нужно сделать акцент, добавь чуть более яркую музыкальную составляющую, то есть это может быть или какой-то яркий звук, или у тебя музыкальное развитие произошло именно к этому кадру, но в целом если говорить по структуре должна быть везде музыка на 60 секунд я бы сказал так если ты используешь вот в синематике 60 секунд какой-то трек именно с мелодией, с гармонией, с каким-то басом, то лучше использовать его на весь синематик, нужно будет просто коррелировать где выходит на первый план звучания музыки а где это на бэкграунде и ты делаешь акцент на визуал а если ты используешь только эффекты что в целом тоже возможно у тебя там тишина тоже является музыкой и если будешь используя только эффекты то можно с ними тоже играться вот я кстати сейчас такой подумал это в целом очень реальный такой способ если вы не хотите писать трек сделать в полной тишине то есть на нуле все и условно сделать свой синематик посвященный только вот этим эффектам в DaVinci в постпродакшен когда будете делать в целом это тоже будет звучать очень круто вот но за 60 секунд менять то есть где-то вы там 20 секунд было без композиции вот именно трека с каким-то наполнением и потом 40 минут с это довольно нелогичная история все-таки нужно чуть-чуть больше времени вот это во всяком случае на моем личном опыте музыканта Марк вообще согласен с моей точки нет я в целом согласен единственное что я хотел бы дополнить возвращаюсь к самому первому постулату который я сказал какая цель музыки в этом то есть можно перегрузить музыкой очень сильно и это будет хорошо работать если стоит такая цель да то есть можно вообще не использовать музыку как я сказал исключительно на каких-то эффектах выехать тоже если надо достичь определенное настроение тишина тоже музыка работа с тишиной то есть опять же концепт худо вот глобальный концепт чего то есть сначала нужно на этот вопрос ответить а потом уже как бы вот думать подходит это не подходит то есть я кстати тоже немножко проалормирую да что вот если кажется что вот этот отрывок допустим музыкальный идеально ложится видео вот пожалуйста попробуйте задать себе вопрос а почему вы так считаете объясню почему потому что часто у меня очень часто было допустим режиссер кидает какой-то референс что вот к этому отрывку напиши музыку вот как этот референс я пишу так не подходит и он такой ну так тем же отрывком работала почему не работает с этим оказывается что ну как бы нужно не пародировать да нужно выяснить почему там работает потому что там допустим там бойкая гармония или какой-нибудь там очень агрессивный ритм да а я в своем отрывке ритм не дотянул или потому что там не знаю 10 синтезаторов вместо одного а я один сделал да то есть ну я сейчас более детальные вещи там беру но все равно то есть попробовать хотя бы примерно зацепило там ритм или гармония или какой-то конкретный звук или там как с динамикой там ну то есть поработал саунд дизайнер композитор вот отталкиваясь от этого подумать ага я знаю что конкретно почему конкретно это заходит теперь как это сделать вот-вот сейчас тогда будет ребят мы тут как-то разболтались в рамках своего мнения своего опыта но вообще в таких синематиках все равно у нас в рамках это человек-оркестр создает это все и интересно было бы вообще у вас узнать предыдущий опыт вообще взаимодействия создания работы и вот как использовали музыку и саунд дизайн это тоже интересно потому что это другая точка зрения она тоже важна очень да мне было бы тоже очень интересно какие-то истории послушать там кто-то нет нет я могу поделиться да да у нас был такой заказ на люстру и люстра состоялась там очень много частей она как бы так по спирали поднималась наверх у нас триер-дизайнера девушка она сделала дизайн а потом меня попросили сделать анимацию и я когда ехал в офис я услышал одну музыку песню которая мне прям в голове я как вот когда я слышал музыку я прям представил себе фон комнату вот эту вот лестницу которая идет наверх по спирали и точно так же вот эта спираль тоже поднимается на рев и я прям вот мне музыка помогла дать мне детали окружения детали анимации как камера двигается где она где этот кат какие каты и этот да вот у нас был до этого да вот Илья вот уже говорили что сначала музыка выбирается или сначала композиция потом музыка к ней подбирается вот у меня вот в этом опыте я как раз понял что этот у меня сначала как бы был бриф а потом к этому брифу я уже стал думать как бы какой бы инструмент подошел бы лучше и вот когда я услышал эту песню сейчас не помню певицу у меня такой оперный голос она мне сразу сама прям сразу сказала какой стиль все прям до ритана все прям круто круто ну да я когда начал рассказывать про свой опыт я как раз про такие моменты говорил что после этого даст какой-то еще дополнительную инфу как вообще дальше работать и в целом ты как-то поменял свой пайплайн вообще внедрение саунда в создание работы или же это просто был такой единоличный опыт меня просто попросили сделать анимацию но я не хотел просто на этом останавливаться как музыку услышал она у меня пошла все у меня уже более обширный взгляд пошел вот это если я смог ответить на окей да-да-да конечно а я бы хотела добавить на две минутки историю как я открыла для себя саунд-дизайн мне нужно было смонтировать я сняла и мне нужно было смонтировать триллер небольшой буквально на пару минут и когда я то есть у меня были я и режиссировала это то есть такой человек ортестра но когда я села за монтаж я поняла что у меня отсутствует очень много сцен которые нужны по сценарию то есть у меня получилось много красивых картинок каких-то кадров ну реально команда была классная все было красиво но сюжет мне никак не передать то есть нужно было что-то высосать из пальца прям вот и и мне нужно было создать вот это ощущение вот этот саспенс напряжение триллер и я стала изучать как Хичкок делал фильм я прям я очень долго делала монтаж я ушла в изучение Хичкока потому что у него вот эта фишка в том что он не показывает какие-то ужастики которые происходят прямо а за счет вот этого напряжения и я считаю во многом за счет и сам не знаем это происходит вот и в результате я звуком заменила отсутствующие сцены то есть у меня были моменты когда полностью там экран уходил в черный и звуки то есть допустим у меня там была падающая нож кровь падающая тело но я это не показывала что мы это не сняли и доснять возможности не было вот и меня это очень затянуло потому что оказывается когда вот раз мне снова под библиотеком SFX подбирать звуки ну у меня правда платные я стала подбирать оказывается что падающее тело это не бум вот знаете вот как человек который не разбирается это все кажется так падает тело это скорее всего такой ну как бы бум на пол оказывается оказывается это бум с четырьмя стуками это вот так грубо говоря и как бы отслушав просто сотни разных спейс сэмплов с падающим телом с звуками крови то есть они тоже они по-разному то есть один и тот же звук ножа и брызги а кровь она брызгает не знаю не как то есть это тоже это очень специфичные звуки вот и мне было страшно это честно говоря монтировать это плохо с половинской дней потому что это прям сотни-сотни часы прослушивания но у меня появилось вот это вот appreciation как-то сказать в общем я считаю что самодизайн это очень можно какую-то недосказанность в визуале как-то дополнить даже историю глубже сделать да в целом я бы наверное просто такой совет на будущее именно потом мы вначале очень много говорили про треки но чуть меньше затрагивали тему как раз таки создания саундов к вот таким эффектам которые сейчас снежана сказала к там к ножу там упала капелька в воду там человек идёт ветер и так далее но вот бывают очень много различных видов вот этих эффектов даже у одного типа вот как человек падает кто-нибудь на самом деле видел как вообще создаются профессиональные саунд-эффекты к фильмам там же практически ничего нету с реальных съёмок там всё это создаётся потом в студиях там люди с кастрюлями и мешки с песками да или с овощами или вообще там с металлом на улицу ходят по контейнерам стучат к трансформерам на самом деле я хотел добавить то что вообще в кино этим занимаются вообще отдельные люди это называются шумовики то есть их так называют то есть люди которые пишут все шумы кино и вот как все правильно сказали да то есть то что звукооператор записал на съёмочной площадке это не те шумы которые в большинстве о своём будут использоваться потом то есть там снег создаётся из крахмала да ну и как бы песок из соли и так далее то есть оно только так так и делается причём везде поэтому да в целом я думаю сейчас если у кого-то есть опять же айфон у него довольно хороший диктофон и вы можете сами на улицу выйти и что-то записать если это будет какой-то звук который схожий в целом я думаю это можем тоже использовать в синематике поэтому это тоже саунд может быть как-то ещё другими способами но саунд дизайнеры вот и композиторы они тоже сейчас часто используют этот способ даже в треках вот поэтому думаю это может тоже быть интересным условно ваш телефон и улица это бесплатная огромная библиотека ассета давайте ещё будем называть стилизации вы наверняка слышали ну мы видели такие видосы в тиктоке когда их озвучивают просто ртом то есть все звуки они специально под стилизацию сделаны возможно что ваш ролик тоже будет стилизован под это да да вот ну если кто-то ещё хочет поделиться опытом именно связанным с использованием саунда в визуальном контенте было бы интересно послушать там Аня например вроде привет Аня ты вначале не подключилась привет привет да не получилось у меня да наверное делиться сейчас мне чем-то сложно я до сих пор ещё выбираю музыку то есть я уже приблизилась к тому что что-то уже вот уже я уже создала создаю в анриеле да у меня уже есть там несколько секвенций у меня есть там какой-то сюжет да есть конечно ещё и белые пятна вот мне понравилась мысль Снежана о том что можно музыка если что что-то там как-то придумать додумать приукрасить подчеркнуть но будем стремиться всё-таки ещё время есть я очень надеюсь что я всё-таки вот да вот это я эту музыку найду которая вот прям идеально на мой взгляд ляжет на то что задумано ну вот вот чем ещё можно поделиться наверное это там вот у нас ребята я смотрю вообще профессионалы в этом они нам что-то ещё наверное порассказывать если будут ещё какие-то вопросы вот когда там пойдёт работа уже активно с музыкой пиши может действительно как-то получится помочь хорошо у меня знаешь какой сейчас вопрос спасибо что ты кстати сакцентировал у меня есть вопрос который у меня вот уже есть но я его чего-то стесняю задать я проверяю лицензионность музыки знаешь каким способом я делаю тест на какое-нибудь абсолютно любое видео эту музыку записываю а потом смотрю есть ли права на ютюбе жалобы на авторские права на ютюбе то есть выкладываю его с доступом по ссылке или не важно и он там в течение какого-то времени очень быстро достаточно обычно пишет если это лицензионная вещь а у меня нет права её использовать он только пишет вот если он не пишет жалобы означает ли это что сто процентов я могу использовать эту музыку у себя в видео или там тоже есть какие-то подводные камни она делегировала проверку авторских прав на самом деле лайфхак ты сейчас по-моему сказала по поводу вот я ты знаешь потому что мне когда рассказывали когда я изучала это всё думаю ну как же так потому что где-то лицензионное пишут где-то можно использовать а потом ты это используешь бах а ютюб такой ну как бы нет и ты такой вот я стала действительно проверять но на всякий случай решила у вас уточнить вы-то точно там собаку все съели вот и хотела уточнить если что так можно именно с организационной точкой зрения я думаю можно но как мне кажется можно обойти в целом историю мы чуть раньше рассказали но я наверное сейчас ещё раз дополню это как раз когда ты берёшь в своём трек тебя полностью кем-то взят но в в музыке часто вот сейчас используется сэмплирование когда ты вырезаешь какие-то куски из каких-то треков и если условно ты закинешь это в какую-то простую программу как ты там до этого рассказывал или GarageBand или Fruity Loops может быть это можно сделать тоже в DaVinci и добавить туда некоторого эффекта и что-то вырезать то у тебя получается совершенно новый трек и это никак авторски нельзя как бы там не будет там не будет как это я угадаю эту мелодию из двух нот и извините эти пару нот откуда-то взяты там такого не будет да скорее всего да в этом никогда такого не бывает потому что очень часто так и делается вся музыка там особенно популярная то есть берутся чужие сэмплы сверху что-то своё всё это как бы микшуется друг с звуком и никаких проблем класс спасибо большое Семен кстати сейчас в чате вот прям сюда скинул how to check if a song is copyrighted о супер можешь как-то прокомментировать Семен что ты сейчас скинул я забросил просто небольшой гайд он правда касается только Ютуба но на самом деле сейчас Ютуб это довольно универсальная платформа для вот таких вещей поэтому по ней вы можете как раз посмотреть насколько ваш трек ну вот опять же то что сейчас Аня сказала просто можно загрузить но также можно воспользоваться платформами они open source платформы и есть возможность там как раз оценить насколько ну все же мы в каком-то виде писали там курсовые или дипломные работы когда мы проверяли там на авторские права и так далее вот то же самое что-то подобное только вот в музыкальном плане да круто круто я думаю это нужно будет тоже сейчас кинуть всем из этого чата всем хорошие вопросы спасибо ладно я думаю мы прям разобрали тема у меня интересно как вообще продвигаются проекты вас может чуть-чуть сейчас поговорим про вообще какие-то вопросы может как-то еще можно помочь какие-то или технические вопросы отличный вопрос я тоже очень как у вас там как дела да гримовер может быть кто-нибудь блин нас тут мало ну давайте я еще немножко скажу тогда у меня вот на этой недельке был перерыв я уезжала я писала еще в самом начале что мне несколько дней выпадет си а